Глубоко уважаемые коллеги, здравствуйте. О том, что ХЕР-2 положительный рак молочной железы – один из самых агрессивных вариантов заболевания, я думаю, ни для кого не секрет. И в эру отсутствия анти-ХЕР-2 терапии действительно это было так, потому что он характеризовался более распространенными стадиями, висцеральным поражением, резистентностью к стандартным цитостатическим режимам, к короткому безрецидивному интервалу, и всё это приводило к удручающим показателям одалённой выживаемости. Но у нас появилась таргетная терапия, первый препарат, который был введён – это тростозумаб. Четыре крупных рандомизированных исследования к четырём годам наблюдения доказали снижение риска рецидива на 50%, суммарное риск смерти на 30%. И с 2006 года золотым стандартом лечения, одевантной терапии ХЕР-2 положительного рака молочной железы, стал тростозумаб. Многие сомневались, что этот эффект сохранится дальше, но к 10 годам и даже спустя уже 10 лет мы видим сохранение, бенефита тростозумаба, снижение риска рецидива на 24% и риска смерти на 26%. Абсолютный выигрыш в показателях выживаемости безрецидивной составляет плюс 7% при назначении тростозумаба, в общей выживаемости плюс 6%. И с момента появления тростозумаба мы видим сокращение буквально более чем в 2,5 раза частоты рецидива заболевания в рутинной практике. Если до эра тростозумаба в одевантных режимах мы видели, что фактически каждая четвертая пациентка с нелюминальным ХЕР-2 положительным и каждая шестая пациентка с люминальным ХЕР-2 положительным раком уже буквально в течение первых двух лет имела прогрессирование заболевания, то сейчас, конечно, мы таких цифр не видим и можем, например, расслабиться и уже ничего не делать. Однако у нас есть нерешенные вопросы. Вообще всем ли больным нужна абсолютно одинаковая одевантная антихЕР-2 терапия? И ввиду этого хочется обсудить с вами сегодня три вопроса. Первое – это возможно ли деэкскалация одевантной терапии тростозумабом? Нужна ли эскалация одевантной антихЕР-2 терапии? И, наконец, особенности одевантной терапии после неодевантного лечения, так называемый новый вид лечения – постнеодевантная терапия. И я хочу вас спросить, первый вопрос задать – возможно ли безопасная деэкскалация одевантной терапии тростозумабом до 9-12 недель или 6 месяцев? Какие у нас варианты? Да, возможно, у всех больных. Возможно, только в группах низкого риска. Нет, невозможно, у нас нет критериев для этого. Либо затрудняюсь ответить. Давайте мы проголосуем. Это как? Все закончено, да? Значит, 75%… Все-таки… Ключи голосуют. Окей. Все-таки мы считаем, что в группах низкого риска рецидива у кого-то возможна деэкскалация. Окей. На самом деле, два вида деэкскалации мы сегодня имеем в голове. Это математическая селекция, то есть сократить у всех больных, например, у половиней до 6 месяцев, либо провести онкологическую селекцию, попытаться выделить тех больных, которые могут не получать терапию тростозумабом, либо получать в ограниченном режиме и при этом не иметь такой же хороший прогноз, как и пациентки со стандартным лечением. Исследований по деэкскалации на сегодняшний момент уже 7, 7 рандомизированных исследований, в которых изучались разные режимы деэкскалации, разные сроки, разные критерии включения. В эти исследования разное число больных и немножко разные результаты. И на АСКО в этом году был представлен очень крупный метаанализ с включением 6 исследований, почти 12 тысяч больных. В эти исследования вошли режимы по сокращению лечения до 9-12 недель и режимы по сокращению лечения до 6 месяцев. При первичном анализе для показателей безрецидивной выживаемости вы видите, что ни одно исследование не ушло в левую сторону, в сторону бенефита сокращения одевантной терапии. Поэтому терапия в течение одного года более предпочтительная. Для показателей общей выживаемости, для общей группы пациенток. Опять же, вы не видите ни одного исследования, которое бы показало, что сокращенные режимы могут быть оптимальными. Мы видим, что как для больных с сокращением до 9-12 недель, так и для больных, которые получали тростозума в течение 6 месяцев, предпочтение имеет одногодичное назначение. А как насчет подгруппового анализа? Например, N0 статус либо N+, статуса. В одном исследовании, исследование Шотхер было показано, что при N0 статусе вроде бы безопасно сокращение лечения. Все остальные исследования показали, что предпочтительное назначение тростозума в течение одного года риск возникновения рецидива составил 11% при N0 статусе и 22% при N+, статусе при сокращенных режимах. А как насчет гормонопозитивного и гормононегативного статуса? Также такой подгрупповой анализ был. Было показано, что только в исследовании Персифон у пациенток с эстроген-негативным статусом вроде бы прогноз не хуже при сокращении терапии. Во всех остальных исследованиях все-таки бенефит был в сторону одногодичного назначения. И причем в некоторых исследованиях риск рецидива при, например, гормононегативном статусе достигал 50-57%. Поэтому авторы этого метанализа делают вывод о том, что все-таки на сегодняшний момент золотым стандартом должен быть назначение тростозума в течение одного года. Это укороченные режимы, да, безусловно, они для нас характеризуются меньшим риском развития кардиальной токсичности. По данным метаанализа риск развития кардиальной токсичности меньше на 33% и экономически, безусловно, привлекательные. Но у нас же ранний рак, он насколько разный. Это микрокарциномы, которые измеряет морфолог в виде опухоли до 5 мм. Это скрининговые опухоли до сантиметра. Это, в конце концов, первичные операбельные стадии, которые хирург называет ранним, все, что можно прооперировать. И больные даже снимет эстетическим раком, который тоже химиотерапевт называет ранним. Неужели все пациентки абсолютно должны получать одинаковое лечение? Вообще, с позиции биологии любой ранний инвазивный рак уже поздний. Потому что при любом размере опухоли уже могут быть микрометастазы, которые в дальнейшем при неоптимальной адевантной терапии могут реализовать макрометастазы. И о том, каков прогноз микрокарцином, на самом деле, мы до последнего момента толком и не знали. И на АСКО в этом году был представлен потрясающий большой анализ. 202 тысячи больных, из которых половина имели первую стадию. Пациенток проследили в течение 25-летнего возраста и доказали, что микрокарциномы Т1А, Т1Б и Т1С при Н0 статусе, гормоноположительном статусе и гормононегативном, имеют разный прогноз, разную частоту, вероятность умереть от рака молочной железы. Эта вероятность умереть от рака молочной железы через 20 лет при микрокарциномах с гормононегативным статусом составляет 9% при размерах опухоли до 5 мм и 12% при размере опухоли до 1 см. Думайтесь, опухоли менее 1 см, каждая десятая пациентка с гормононегативным статусом погибает в течение 20-летнего периода наблюдения. Поэтому однозначно сказать, что микрокарциномы не нуждаются в лечении, мы не можем, и именно в этом анализе гормононегативный статус был особо выделен как фактор негативного прогноза, а пациентки с N2 статусом в течение 20 лет имеют шанс умереть от рака молочной железы, один к одному 50% погибнет. И мы не можем сказать, нужен ли тростозома в группе больных, например, до 5 мм или до 10 мм, потому что эти пациентки традиционно исключались из всех исследований. Но мы можем сказать, что будет с ними, с этими больными, если они не будут получать такую терапию. Такой анализ был представлен канадскими коллегами. Пациентки с микрокарциномами, не получающие лечение, разложили на биологические потипы, и оказалось, что у больных с ХИР-2 положительным раком молочной железы с размером опухоли менее 10 мм, без одевантного лечения к 10-летнему периоду наблюдения, показатели безрецидивной и общей выживаемости критически низкие. 78 и 68% речь идет о безрецидивной выживаемости для гормоноположительных и гормононегативных ХИР-2 положительных опухолей, и общая выживаемость 75 и 69%, соответственно. Поэтому гормононегативный статус опухоли, он, безусловно, тоже неблагоприятный фактор прогноза, как и Н-плюс статус опухоли. А все ли гормоноположительные опухоли будут иметь бенефит от назначения тростозумаба? Попытались исследовать в дополнительном анализе исследования ХИРа, который был представлен буквально 2 года назад, и авторами было показано, что гормоноположительный ХИР-2 положительный рак – это тоже гетерогенная группа. Если у пациенток есть высокая амплификация гена ХИР-2, они имеют такой же замечательный выигрыш от назначения тростозумаба, как и у пациентки с гормононегативным статусом. Поэтому однозначно сказать на вопрос, нужно ли больным с гормоноположительными опухолями сокращать терапию, мы тоже сейчас не можем. И в настоящий момент всеми экспертами считается, что адевантная терапия тростозумабом в течение одного года является золотым стандартом. Что мы можем действительно уполовинить или уменьшить у пациенток с ранними стадиями, так это химиотерапия. Оставив стандарт назначения до года тростозумаб, но не проводить антрациклины с переключением на токсаны, а дать пациенткам только поклитоксел в еженедельном режиме, 12 введений. И мы видим замечательные 7-летние показатели выживаемости. 93 безрецидивные, 95 общий и 99 онкоспецифические, чего и желать лучше. Поэтому именно эта опция признана сейчас оптимальной для терапии в течение одного у пациенток с первой стадии. И мы видим, что несмотря на наличие обилия уже исследований по деэкскалации лечения, оптимальной продолжительностью терапии тростозумаба считается 1 год. Это поддержано и немецкими, и американскими рекомендациями, и последним консенсусом, который был в Сангалине в этом году. И наши российские рекомендации, утвержденные в Минздраве, считают оптимальной продолжительностью терапии тростозумабом 1 год. Но вы видите из этих же слайдов, что у каждой третьей пациентки к 10-летнему периоду наблюдения наблюдается прогрессирование заболевания. И может быть мы попробуем выделить группу больных, которые имеют неблагоприятный прогноз, и попробовать в этой группе, не дожидаясь рецидива, усилить их лечение, тем самым предотвратить развитие рецидива. На сегодняшний момент у нас есть единственная опция эскалации андивантной антихир-2 терапии, это тростозумаб с пертозумабом. Я хочу вас спросить, как вы считаете, кто нуждается в эскалации андивантной антихир-2 терапии? Все ли пациентки с хир-2 статусом, либо пациентки с высоким риском рецидива, либо никто в достаточно андивантной терапии тростозумабом, либо вы затрудняетесь ответить. Проголосуйте, пожалуйста. Ну да, большинство все-таки считает, что высокий риск рецидива – это может именно так агурта быть, которая нуждается в эскалации андивантной терапии. На самом деле это действительно так, потому что в предшествующих исследованиях и в исследовании Хера было доказано как раз, что больные с гормононегативным статусом к 10-летнему периоду наблюдения имеют, меньшие и более худшие показатели безрецидивной выживаемости, так и пациентки с N1 статусом, особенно с N2 статусом опухоли. И возникает вопрос, ну давайте мы этим больным попробуем усилить адивантную антихир-2 терапию, добавив пертузумаб, и что мы из этого получим? На самом деле такие данные у нас уже есть. Это исследование Affinity, в котором был подгрупповый анализ, в котором было показано, что у больных с гормононегативным хир-2 положительным статусом опухоли у них максимальная частота рецидивов уже в первые 4 года наблюдения на уровне приблизительно 20-25%, а при двойной таргетной блокаде доля рецидивов существенно меньше 9%. И второй фактор – это N+, статус, по сравнению с N0 статусом риск рецидива в первые 4 года наблюдения 10, если это N1 статус 20, и если это N2-N3 статус уже 30%, буквально в первые 4 года наблюдения. И в исследовании Affinity путем применения двойной таргетной блокады мы можем к 4-летнему периоду наблюдения получить минимальную частоту рецидивов менее 10%, что полностью соответствует течению заболевания у пациенток без поражения лимфатических узлов. А вы заметили, что я не говорю ничего про возраст пациенток? Возраст вообще играет роль при хир-2 положительном раке молочной железы? Вот я вижу, многие коллеги кивают головой, что да. На самом деле у нас есть шведское большое популяционное исследование, в которое включено 22 тысячи больных, в котором было показано, что больные моложе 40 лет имеют наихудший прогноз. Почему? Наверное, авторы рассуждают, что потому что у них большая частота третьей стадии гормона негативных опухолей, высокий киш-67, и даже большая частота хир-2 положительного статуса. Изначально они попытались проанализировать и доказать свою теорию, сравнив в стадии заболевания у пациенток моложе 40 лет и старше 40 лет. Что оказалось? Вы видите, что при третьей стадии течение заболевания неблагоприятно, как у больных до 40, так и больше 40 лет. А вот при всех остальных пациентки моложе 40 лет, они имеют меньшие и худшие показатели выживаемости по сравнению с женщинами старше 40 лет. Как вы думаете, связано ли это с хир-2 положительным статусом опухоли? Авторы тоже сначала думали, что связано. Когда же они сравнили биологический по типу опухоли, оказалось, что хир-2 положительный рак имеет одинаковый прогноз у больных моложе 40 лет и старше 40 лет. А вот как раз кто отличается, это пациентки с лиминальным Бехер-2 негативным раком, о котором так замечательно как раз нам уже и рассказал Данил Львович. Поэтому ни в одних рекомендациях по эскалации лечения вы не найдете возраста. Рекомендации учитывают только N-плюс статус. И два вида рекомендаций, наши отечественные, российские и немецкие, учитывают гормононегативный статус. Как звучат факторы высокого риска по американским рекомендациям, что позволяет эскалировать лечение, назначить двойную блокаду терстезумаб-пертезумаб в одевантных опциях? Только N-плюс статус. Не учитывается размер опухоли Т1, Т2, Т3. Если посмотреть на верхний слайд справа, все равно, если N-ноль статус не эскалируется, только при наличии N-плюс статуса. Немцы пошли дальше. Они факторами риска обозначили N-плюс статус или гормононегативный статус. И так, и так можно назначать двойную таргетную блокаду. На конференции в Сан-Галине консенсус экспертов проголосовал за вторую стадию при наличии N-плюс, то есть опять же N-плюс, либо третья стадия может быть эскалировать лечение до двойной блокады. В наших отечественных рекомендациях режим может быть рекомендован в одевантных опциях, только у больных с N-2 статусом, гормононегативным статусом с таким сочетанием. И если на первом этапе в предоперационном режиме пертузумаб не использовался, то бишь, либо пациентки не получали его, либо они сразу были прооперированы. А мы все знаем, что у нас есть два вида лечения, одевантное и неодевантное. И одевантное лечение – это послерадикальная операция, неодевантное – до. И до сих пор идут дебаты, что все-таки лучше назначить пациенткам, особенно с ХЕР-2, положительным раком молочной железы. Буквально год назад был представлен большой метаанализ, 10 рандомизированных исследований, почти 5000 больных, в которых сравнивалось предоперационная версия с послеоперационной терапией. Что мы узнали из этого анализа? Что частота органа, сохраняющего лечения после предоперационной системной терапии, выше на 16%, путем большей частоты локальных рецидивов, плюс приблизительно 6% за 15-летний интервал наблюдения. В 15-летний период переживает одинаковое число пациенток, вне зависимости от того, получали ли они предоперационную терапию, либо послеоперационную. Частота рецидива смертей и смертей от рака у них одинаковая. И, может быть, поставить точку, на самом деле, если посмотреть критерии этого анализа, то оно историческое. Пациентки включались до 2002 года, пациентки были лечены только антрациклинами, у больных не определялся биологический потип опухоли, не учитывался ХЕР-2 статус, больные не получали тростозумабы, в конце концов, опухоли не маркировались. Поэтому результаты этого исследования таковы. И поэтому поставить точку на этом исследовании, что всё-таки они равноэффективны, предоперационная системная терапия и послеоперационная системная терапия, на мой взгляд, нельзя. Но по факту простой математический перенос режимов химиотерапии с послеоперационного этапа на предоперационный ни к чему не приведёт, потому что одна и та же больная получит одну и ту же терапию. Что изменит судьбу больной? Если мы определим у неё остаточную опухоль и попытаемся с этой опухолью что-то сделать. И начальником этого направления постнеодевантной химиотерапии стал тройной негативный рак, потому что было доказано, что у пациенток, не достигших полного ответа, дополнительная терапия к капицитабинам может улучшить судьбу, может увеличить показатели выживаемости, снизить риск рецидива и смерти на 42 и 48 процентов для больных с тройным негативным подтипом. И такая же идея, естественно, вертелась давно в голове по поводу ХИР-2 положительного рака. Если, несмотря на все наши усилия, даже двойную таргетную блокаду, у пациентки после неодевантной терапии остаётся резидуальная опухоль, зачем продолжать ту же терапию, которая оказалась неэффективной, не разрушила опухоль полностью? Может быть, сразу поменять терапию, тем самым переключить прогноз плохого на хороший? И было проведено исследование, о котором вы наверняка за эти два дня уже слышали, исследование Катрин, когда у больных с ХИР-2 положительным раком молочной железы с наличием остаточной опухоли после неодевантной терапии проводилась либо стандартная терапия тростозумабом, либо проводилась терапия Катсилой. И буквально уже к 3 годам наблюдения показано снижение риска рецидива наполовину, на 50 процентов и 11-летний выигрыш в показателях выживаемости. 11 лет к 3 годам наблюдения. Поэтому, более того, этот выигрыш был одинаков для больных в разных подгруппах, включая больных моложе 40 лет, старше, даже старше 65 лет, включая больных с гормононегативными, гормоноположительными опухолями, включая больных, которые получали только тростозумаб, а этих больных в исследовании было 80% в неодевантных режимах, и больных, которые получали двойную блокаду тростозумаб-пертозумаб. Выигрыш имели все пациентки, поэтому, конечно, это не могло пройти незамеченным. И в рекомендации американские, немецкие и европейские эта опция уже внесена. И вы видите родоначальников этого термина. Это немцы, которые уже в свои собственные рекомендации ввели этот термин «постнеодевантное лечение». Одевантное, неодевантное, постнеодевантное. И консенсус Сангалина тоже поддержал назначение кодсилы в одевантных режимах у пациенток, не достигших полного патоморфоза, при хердоположительном раке молочной железы. И по факту мы просто ждем теперь наши российские рекомендации, которые наверняка тоже включают такую потенциальную опцию в свою рутинную практику. Что делать бедному онкологу, у которого одна единственная пациентка с хердоположительным раком молочной железы, например, со второй стадии. Если с 2006 года одевантная химиотерапия с тростозумабом стала золотым стандартом, с 2012 года неодевантная химиотерапия с тростозумабом стала золотым стандартом, с 2015 года неодевантная химиотерапия с двойной блокадой стала золотым стандартом. В прошлом году мы были второй страной в мире, которая узаконила двойную таргетную блокаду в одевантных режимах. Этот год исторический, потому что нас ждет перемена рекомендаций. Мы пришли к постнеодевантной химиотерапии. Скажите мне, пожалуйста, одна единственная пациентка с второй стадии, например, у онколога, имея на руках пять опций лечения. Как не растеряться? На самом деле, если мы посмотрим внимательные рекомендации, выбор несложен. Если вы пациентку стартово оперируете, пациентка низкого риска, напоминаю, что в качестве критерия риска большинство рекомендаций включает N-плюс статус, немецкие рекомендации учитывают гормононегативный статус, то пациентке показана дальнейшая одевантная терапия с тростозумабом. Если уже есть высокий риск, то, соответственно, одевантная терапия с двойной блокадой. Но пациентки второй и третьей стадии должны быть кандидатами для предоперационной системной терапии. Это самая оптимальная тактика для этих больных. И, соответственно, с двойной блокадой. Если у них нет резидуальной опухоли, то и пациентка относится к группе низкого риска. Эта пациентка может благополучно получать дальнейшую одевантную химиотерапию, дальнейшую терапию тростозумабом. Если же у пациентки относятся к группе высокого риска, например, у нее N2, N3 статус, это включено в наши рекомендации, она может получать двойную таргетную блокаду тростозумаб плюс перстозумаб. И если у пациентки есть остаточная опухоль, то в этой ситуации по всем рекомендациям безапелляционно пациентка должна получать дальнейшую терапию катилы в течение одного года 14 введений. Собственно, это та тактика лечения, которая на сегодняшний момент, к которой мы пришли. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Илья Владимировна. Шикарный доклад. Коллеги, у нас есть по таймингу время задать вопросы. Два точно. Тогда у меня вопрос, пока я зал думает. Насколько правильно и насколько корректно экстаполировать метаанализы одевантного применения тростозубамба, которые представлены, на современную практику. Потому что так или иначе, но в Российской Федерации порядка 40% наших больных имеют местно распространенную форму заболеваний. И в принципе, еще, наверное, процентов 30 с условно ранними формами тоже имеют показания для неодеванта. Может быть, надо больше говорить о том, что делать с пациентами после неодеванта. И продолжительность таргетной терапии, какая она должна быть. Потому что говорить о годе в одеванте для пациентов, которые уже получали неодевант, наверное, спорно. Ну, это моя точка зрения. Спасибо большое. На самом деле, не вы один заметили, что больные разные. Даже разные больные включались в то же исследование ХЕРа и исследование Афинития. Потому что вы видите, да, тут бенефит от Ростузумаба в исследовании ХЕРа, когда он только-только появился, несмотря на то, что это было другое ХЕР-2 тестирование. Тогда мы ХЕР-2 статусом называли те, у которых не 10%, да, сейчас, как на мембране плотность рецепторов, плотное окрашивание, 30%. То есть это другая когорта, несмотря на это. А в исследовании Афинити выигрыш между назначением двойной блокады и назначением только Тростузумаба, он для общей популяции минимальный, меньше 2%. Наверное, это связано с тем, что это абсолютно разные больные, потому что раньше все-таки ранним раком не так хорошо пациенток обследовали, недовыявляли уже метастазы, да, микрометастазы, сейчас мы не можем их, но макрометастазы. И в исследовании Афинити это большая частота более ранних стадий, для которых такая терапия, может быть, даже избыточная у кого-то. Поэтому бенефит не такой большой, вот именно в группах риска. Насчет продолжительности, если мы во голове имеем идею о том, что мы неодевантное лечение, проводим по канонам одевантной терапии, то есть переносим все режимы цитостетической терапии на предоперационный этап, на мой взгляд, тогда мы должны до года проводить. Вы же в одевантном режиме назначили бы до года тростозумаб, если бы поменяли местами, провели химиотерапию, до почему вы пытаетесь сократить терапию, вы просто поменяли местами. Вот когда мы докажем, что если у пациенток полный патоморфоз, мы получили и безопасно снять их с дальнейшей терапии, потому что мы уже хотели, чего достигли, вот тогда мы можем говорить, что у этих пациенток мы можем остановить терапию, как-то там укоротить, может быть, режим лечения. По факту неодевантное лечение, изначально его идеология была перенос всех запланированных циклов химиотерапии на предоперационный этап для того, чтобы увеличить частоту полных патоморфозов, уменьшить объем операции, произвести селекцию для последующего лечения и так далее. Поэтому, если говорить о продолжительности, мне кажется, сейчас мы находимся в том периоде, когда мы должны проводить стандартную терапию, оперируем ли мы пациенток на первом этапе, или все-таки проводим предоперационную системную терапию на первом этапе, стандартным все равно сейчас должен быть год. Мы не доказали пока, что меньше года это лучше, либо, допустим, больше года это лучше. Такие исследования, сами знаете, были они. Два года против года терстозумаба. Поэтому стандартным, мне кажется, год должен быть. Еще вопрос, пожалуйста. У вас микрофон сзади. Микрофон. Василий Иванович, микрофон сзади. Прежде всего, хотелось поблагодарить вас за очень интересное сообщение, потому что это последние данные, очень впечатляет о том, что сегодня происходит взгляд уже другой на опухоль молочной железы HER2-позитивный. Мой вопрос касается следующего. Известно, что дискордант между первичной опухоли и метастазами он где-то там 10-15-20%. Скажите, пожалуйста, при резидуальной опухоле, при остаточной опухоле изучался ли ИГХ и наличие экспрессии HER2-ю или не изучалось? Если изучалось, то как это влияет на дальнейшую терапию? Спасибо. Спасибо, Василий Иванович. Ну, конкретно про исследование Катрин хочу сказать, что наверняка изучался, но вот этого поданализа пока он не озвучен в зависимости от статуса резидуальной опухоли. Ну, вот у нас вчера была сессия как раз по остаточной опухоли после неодевантной терапии, я как раз тоже выступала с докладом и показывала, как меняется биология опухоли после неодевантной терапии у пациента как раз HER2-положительным статусом. Мы видим и ту ситуацию и обратную. Иногда остаточная опухоль имеет строение HER2-негативного рака. Иногда бывает при тройном негативном раке, то есть без наличия таргетных мишеней, после неодевантной терапии мы видим появление таргетных опций, но я в практике ни разу не видела HER2-статуса. Приблизительно у каждой четвертой пациентки появляется гормоноположительный статус в остаточной опухоли. Но потеря HER2-статуса при обычном рутинном иммуногистохимическом исследовании в резидуальной опухоли нас должно сподвижнуть для более глубинного изучения опухоли, в частности для постановки фиш-исследований либо СИШ, либо КИШ, что используется в клинике, то есть генетического исследования, потому что вообще по-хорошему надо еще доказать, что опухоль потеряла свой HER2-положительный статус. Часто происходят такие процессы в виде отщепления экстрацеллюлярного домена, которое якобы опухоль становится HER2-негативной на самом деле с генетических позиций на HER2-положительное, либо там реактивации этого HER2-положительного сигнального пути. Поэтому отменять, например, пациенткам терапию после HER2-конверсии, что у пациенток был первичный HER2-положительный раковостаточный опухоль и HER2-негативный, я бы никому категорически не советовала. Так не нужно делать, потому что в любой ситуации мы запланировали годичную терапию и лечим мы по максимально агрессивному варианту опухоли, конечно. Но в исследовании конкретно Катрин, я думаю, что наверняка такой анализ был, но пока мы результатов его не знаем. Не все еще анализы озвучены, пока только самые-самые ранние, только вот трехлетние показатели. Наверняка будет дополнительный анализ и нам откроют все тайны тогда. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok